Страну захватывает борщевик. Только в Калининградской области этим сорняком заражено уже более трех тысяч гектаров земли. Если пустить эту проблему на самотек, коварная трава способна вытеснить всю растительность региона в ближайшие годы. В апреле губернатор выделил на борьбу с борщевиком внушительную сумму, а однако сорняк и ныне там. Кто его завез и откуда взялось такое название у этого опасного растения, выясняла наша съемочная группа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На данный момент более миллиона гектаров площади России занято борщевиком, поэтому когда растение добралось до Арктики, экологи забили тревогу. Борщевик достигает 4 метров в высоту за сутки, растение может вырасти на 10 сантиметров ввысь. Несмотря на близость жилых домов, полями борщевика рядом с ними занимаются только активисты. И, кстати, зря, потому что именно местных жителей эта проблема касается больше всего. Противостоят нашествию этого зеленого оккупанта активные граждане. В Калининградской области трудную миссию взяла на себя группа 100 борщевик 39. Очень важно понимать всю опасность, весь вред этого растения и организовывать все меры и мероприятия по его уборке, по борьбе с этим растением. Всем известно, куда ведет вымощенная благими намерениями дорога. В 50-х годах, найдя это растение в горах Дагестана, по приказу партии и правительства, борщевик решили оккультурить, использовать в качестве корма для скота. Борщевик сосновского – ранняя кормовая культура. Его сочная мякоть – хорошее сырье для силоса. Советские селекционеры его улучшили и сделали из него настоящего монстра, устойчивого к заморском жаре и естественным врагам, насекомым. Каждое растение даст 20 тысяч семян. 20 тысяч семян будет 5 лет сохранять свою всхожесть. То есть, вот видите, вот этот единственный куст, от него будет целая поляна борщевиков на ближайшие 5 лет. Хорошая идея обернулась провалом. Безопасно срывать борщевик оказалось трудно. Коровы ели его неохотно, молоко от него становилось горьким. Но было уже поздно. Этот захватчик уже овладевал целыми полями, подавляя любые другие культуры. Жители близлежащего с борщевичным полем дома о проблеме знают, но куда обращаться, если формально этот участок ничей. В этом году они стали вот что-то шевелиться. Вообще это не вырубается. Это из года в год происходит. И вот борщевик растет, прям буйным цветом цветет. И никому дела нет. И не будет, наверное. Хотя мы находимся практически в центре города. Пишут, что это огромный штраф, если вовремя не убирают дачники свою территорию, борщевик. А почему это не касается именно нашей администрации, муниципалов, которые за это отвечают? Мне всегда это интересно. Ирина сейчас живет в Германии. И проблема с борщевиком ей попросту неизвестна. Решается она радикально. В Европе просто нет бесхозной земли. И уничтожение целого списка вредных растений полностью лежит на ответственности владельца участка. У меня, конечно, нет своей недвижимости. Но если коснешься земли, то это действительно на самом деле. Столько нужно тоже инстанций пройти, чтобы от всего. Ну, с такой проблемой я никогда не сталкивалась, не слышала. Активисты призывают решать проблему с растением в вашем районе на корню. При обнаружении даже одиночного борщевика нужно срубить его у корня ниже роста листьев. Или сделать заявление администрации через портал госуслуги, а также в приложении «Решаем вместе». Денис Кюникшверт, Екатерина Калиниченко, Служба новостей «Город».